очень интересное событие европа отказывается от российской нефти и закупает ее в эмиратах сообщает reuters одно из скажем таких главных наших просьб даже иногда и требований которые в том числе и зеленский перед нашими партнерами это нефтегазовая барга против российской федерации значит нефтегазовая барга но предусматривает то что значит должны быть альтернативы вот европа с 2020 года она не закупала нефть из объединенных арабских эмиратов то есть вот впервые как бы за два года условно говоря они это сделали французская компания total energies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти из объединенных арабских эмиратов в начале мая в европу здесь нужно быть осторожными почему потому что речь пока идет о нескольких там танкеров на которые они зафрахтовали они будут поставлять здесь нужно налаживать системную работу но в этом плане но то что уже лед тронулся и то что уже вот компании европейские они начинают понимать что это тупиковый путь покупки нефти в российской федерации и еще диверсификацию это в принципе абсолютно как бы нормально ряд стран арабского мира готовы заменить европе российскую нефть сейчас поставки нефти из россии в евросоюз составляют 26 процентов от всего рынка скорее всего там нефть не будут закупать у ирана почему потому что он под санкциями и пока не идет на диалог хотя я напомню что допустим тот же джонсон была у него встреча с представителями ирана когда они пытались все-таки найти чтобы гран занял более мягкую позицию в отношении своей программе для того чтобы можно было хотя бы частично снять санкции и в том числе и брать нефти с ирана а там достаточно много странно там ирак куэйт то есть можно многое перечислять плюс еще один вариант кстати неплохой для европейского союза и эта страна она уже сказал свою готовность это нигерия в россии похоже понимают насколько дорого и может вылиться агрессия против украины и на данный момент стараются обойти запреты с торговлей но безуспешно есть уже определенные схемы там обхода когда танкера не указывают его снимают на флаги грубо говоря да и пытается кто-то другой флаг смешивают российскую нефть и с другой нефтью ну и пытается уже там где-то и и продавать не указывал даже конечного пункта куда ее везут заменить российскую нефть на любую другую в европе и мире вполне возможно европе это 26 процентов если в целом по милю смотреть то это 9 процентов это небольшая проблема проблема состоит в чем в том что есть вопрос цены и логистики это раз на второй момент это то что есть определенные компании и субъекты заинтересован то есть они уже были достаточно долгое время в монтирование вот эти вот цепочки поставок а это тянет за собой много чего это и политические решения это спонсирование определенных политических партий да это бизнес там это компании логистические там обслуживающие их и так далее сложнее вопросе замещения с газом которого в европе почти 40 процентов но заменить тоже возможно все-таки поставки газа с этой федерации тот же евросоюз они скажем такие важны их и сложно будет заменить хотя в принципе сша и катар с жиженым газом они принципе могут покрыть мощности вопрос заключается в том что будет дороже любом случае а если дороже это значит что некоторые продукты которые выпускают или производят даже австрия или германия они будут немножко менее конкурентоспособным тут все вопрос в интерес интереса значительное количество компаний и их скажем монтирование в определенные политические скажем сети поэтому вот это самая главная проблема кроме отказа самих европейцев от российской нефти и газа вход вступает энергетический шантаж европейцев со стороны российской федерации на днях россия заявила о прекращении поставок газа польша и болгарии решение оборвать поставки газа в польшу и болгарию очередной аргумент в пользу того что никто в европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с россией как видим европа способна жить без российского газа и нефти вопрос только в том сможет ли долго продержаться на плаву россия учитывая то что помимо привычных нужд у нее на шее сейчас еще и война с украиной и лейдей